Владимир Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. В прошлой передаче начали говорить по поводу матча Локомотив-Спартак. Это действительно что-то удивительное. В Спартаке все 11 позиций основного состава заняты россиянами. Что это такое? Особенно учитывая то, что тренер нашей команды иностранец, а со скамейки было кому из иностранцев выйти. И более того, и в Локомотиве множество россиян. Это не может не радовать. Рушатся в определенной степени стереотипы. Мы полагали всегда, что приглашение иностранного тренера побудит иностранного тренера привести с собой очень сильных иностранных футболистов за очень большие деньги, где наложат лапы все на это. И все раздербанят. А тут пришел тренер и в стартовом составе против Локомотива в первом матче, когда собирается достаточно что много зрителей и все требуют какого-то зрелища от Спартака прежде всего. Выставить в основном составе все 11 российских футболистов, среди которых несколько футболистов совсем молодые, перспективные молодые футболисты. У нас за 20 лет в Спартаке столько угроблено великолепных молодых футболистов, которым не давали места. Они его просто не получали. Они получали на 10-15 минут, и если он не сумел, его задвигали в долгий-долгий ящик. Либо он уходил. Так вот из Спартака ушло сотни футболистов, которые готовились к футбольной школе «Спартак» для Спартака. И тут появляется иностранный тренер, ладно, появляется иностранный тренер мудрый, с годами, постаревший, что называется, наплевавшим на то, что о нем скажут за рубежом или в российской. Нет, приходит молодой парень, совершенно молодой парень, у нас редко в таком возрасте вообще появляются тренеры, и ставит одних россиян. Что по этому поводу? А потом мы говорим, с вами в том числе, а с какого фига с ним подписал Спартак до 26-го года контракт? Зачем на несколько лет вперед? Давайте осмотримся. А что осматриваться? Полгода его посмотрели, поговорили с футболистами, обсудили, как он себя ведет, видят, что парень-то, пусть он, конечно, и испанец по национальности, но это не Боррель, явно, что это не Боррель, и он не брызжет слюной, что наших надо убивать и наших надо вообще искоренять из Европы. У него другое мышление. Очень доброжелательный молодой человек. Очень доброжелательный молодой человек, который не смотрит совершенно на нас, как на врагов, нормально к нам относится, так ведь? Хочу верить, что спартаковское руководство поняла, что именно такой тренер пришел, который нормально смотрит и который очень хочет прославиться тем, что доверяет российским молодым футболистам, чтобы они доказывали свою способность показывать красивый, хороший спартаковский футбол. Да. Ну, даже Евгений Серафимович и то пришел в какое-то негодование. Он обычно выливает ушат и грязи на всех в первых матчах. И тем более, что было основание, что во втором тайме Спартак не блистал. Особенно тогда, когда в составе Спартака появились звезды московского Спартака иностранного происхождения. Понимаете? И получается так, что российские футболисты играли в первом тайме лучше, чем иностранные футболисты, которые вышли во втором тайме. И Евгений Серафимович вдруг сказал, что я даже не думал, что такое может быть. Понимаете? Он даже не думал, что иностранный тренер такие может выкомаривать приколы. Вот было интересно посмотреть. Ну, там было в этом матче было очень много чего интересного. Что вы имеете в виду, Владимир Николаевич? Ну, Сергей, я не хочу кичиться своим каким-то ощущением способностей мыслить в перспективе. Вы дали прогноз, да. Я дал прогноз, что Спартак выиграет 1-0, Спартак и выиграл 1-0. Я дал прогноз, что если поставят Артема Дзюбу, и Артем Дзюба за 10 дней, что он находился в локомотиве, его поставят на весь. Кто мог подумать, Сережа, что вдруг Артем Дзюба, который сказать обосран, наверное, нехорошее слово. Понимаете? Потому что это очень мягкое слово. На него столько вылета всякого дерьма, что он подняться бы на плечах столько всего, что он не мог 90 минут пробегать с таким весом лишним, понимаете? А он лучший в команде. И лучшего признали не ваш Константин, ваш друг, комментатор Константин Генич, который все-таки искал другие варианты. Я понимаю, ему нельзя, ему нельзя во время комментирования восхвалять футболистов локомотива. Он может опять лишиться на год права комментировать спартаковские матчи. Поэтому он искал кого-то другого. А вот спартаковские, удивительно, что спартаковские болельщики, большинство которых смотрело, они же голосовали, они проголосовали главным образом за Артему Дзюбу. Потому что Артем во втором тайме доминировал. Он показывал, что он может все. Ну, принимай во внимание, что, конечно, зима. И, конечно, что он всего 10 дней, как появился. Но метр девяносто шесть футболистов с огромным весом пробегать 97 минут на поле, Сереж, это надо обладать таким фантастическим здоровьем, которого ни у кого практически нет. Просто ни у кого, понимаете. Потому что, ну, сердце к чертовой матери порвется. Он же все время, он же не стоял, Сережа. Он же не как Эдуард Стрельцов в центре поля вот так вот стоял, как я сейчас. И ждал паса. Он играет в современный футбол. Он двигается, он бегает. Понимаете. И в том смысле я очень болел за Сергея Пеняева, как он себя почувствует. Да, он тоже вначале стушевался немножко в первом тайме, а потом после 20 минуты начал играть в свой футбол смелый, понимаете. И стал показывать, и локомотив во втором тайме выглядел доминантой. И мы, вы ставите мне все время палки в колеса и говорите, Владимир Николаевич, Владимир Николаевич, а будет ли Спартак чемпионом, есть ли у Спартака основания полагать, что он будет чемпионом. Чтобы такое предположить, надо увидеть Спартак доминирующий и в первом тайме, и во втором. Да, но во втором не произошло. Но во втором не произошло. Мы в втором тайме увидели, что локомотив это очень сильная команда, которую нужно уважать. Которая может обыгрывать любую команду в российском чемпионате, в том числе и Зенит, в том числе и ЦСКА. Но про Динамо я не говорю. Поэтому здесь видно, что локомотив укрепился. Локомотив и духом поднялся. С ним просто так его не сожрешь. А уж если комментировать то, что произошло во втором тайме, когда они засчитали голы, но это все-таки надо быть подонком. Со стороны судьи. Почему? В каком смысле? Я совершенно не хочу комментировать матч. Было ли там положение? Не было. Надо было засчитывать? Не надо было. Решили засчитать? Засчитайте. Но когда минус 17 на поле и 6 минут футболистов заставлять стоять на мерзлом грунте и ждать, когда они совсем замерзнут и не смогут двигаться, при том, что последние 15 минут локомотив бежал, 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 давил, давил. И вот мы все ждали. И болельщики локомотива, и не болельщики локомотива. Какого-то результата что-то сейчас произойдет. Да, Сережа? Вдруг поставить 6 футболистов, всю команду локомотив и Спартак в том числе, на морозе стоять 6 минут и думать, давать засчитывать гол, не засчитывать гол. Вы понимаете, что он похоронил игру, он не локомотив похоронил, он похоронил игру, он изменил отношения. Локомотив так и не смог подняться после 80-й минуты, когда он их охладил. Такого делать нельзя, понимаете? Но это называется сушить игру. Судья засушил игру, он поступил подло по отношению не локомотива, Сережа. Он подло по отношению к футболу. Он должен видеть, что да, там видимо было что-то. Сразу дай свисток, нету, нету, продолжаем 1-0. Пусть локомотив продолжает давить. А он что сделал? Он все время ждал ответ, ждал ответ, а потом побежал сам смотреть. И все. Игра развалилась после этого момента. Единственный опасный момент был и то, не у ворот локомотива, а у спартака, а у ворот локомотива уже на 95-й или на 96-й минуте. Вот и все. Вот вам ответ. Это немножко было некрасиво. Не справился судья, с моей точки зрения. И когда после матча обсуждали момент, прав ли судья или не прав судья, что он засчитал, не засчитал, да не в этом он не прав. Не в этом. Пусть, скорее всего, гола можно было не засчитывать. Можно было засчитать. А можно было не засчитывать. Не засчитали, ну и фиг с ним, что не засчитали. Локомотив на это не обиделся. Он остановил игру двух команд, которые показывали интересный футбол. Сам по себе интересный футбол. Да и он и к болельщикам отнесся, и очень нехорошо. Болельщики стояли и ждали, что же будет, что же будет. Спартаковцы опустили руки. Взмерли, да. А локомотив все время ощущал, что что-то творится несправедливо. Зачем это допускать, Сережа? Ну не надо допускать. Ну не хочешь засчитывать, не засчитывай. Пусть дальше играет. Локомотив не нуждался в помощнике, который... Ой, Спартак не нуждался в помощнике, чтобы им судья помогал. А локомотив... А локомотиву не дали проявить себя, заставив их 6 минут стоять на 17 градусном морозе. Ну да. Владимир Николаевич, но вам что? Локомотив, вы увидели что-то новое? Все-таки много новичков, да? Значит... Нет, Сергей, я не только в локомотиве, как много новичков. В локомотиве и старички хотели проявить себя. Да. Очень хотели. Капитан команды, локомотив очень хорошо играл. Мне очень понравилось он. Он просто как бы молодел, и скорость у него появилась. Баринов, да. Да. Мне очень понравилось, как он играл. Поэтому я не склонен считать, что вот только новички локомотива хотели там проявить себя. Мне нравились и другие футболисты. Ну вот важный момент. Подтвердил потом глава сайта директоров Нагорных локомотива о том, что комиссионные из-за Глушенкова и Пеняева суммарно составили 120 миллионов рублей. Это локомотив считает нормально. Как вы к этому относитесь? Я считаю, что мало заплатили. Надо было больше локомотива оторвать. У них есть больше денег. И можно было эти деньги в сумме... Ну, Крылья Советов, посмотрев игру Крылья Советов с Динамо, я могу сказать, что Крылья Советов приобрели несколько футболистов очень хорошего класса. Мне, например, понравился Зуев тот же, который очень здорово играл. Я забыл, из какого клуба его привезли. Из Химок. Из Химок. Очень прилично. А до Химок он где-то играл. Не в Спартаке Ли. Я вот что-то подзабыл. В Ростове, в Рубине он был. Да, он спартаковский. Хороший парень. Очень хороший парень. Понимаете? Очень хорошо себя проявил. Вообще вся команда Крылья Советов, лишившись нескольких очень хороших футболистов, не потеряли свое лицо, продолжают играть в очень интересный, я бы даже сказал, искрометный где-то футбол, который они показали против великолепной команды Динамо, у которой очень хороший состав и очень хорошие футболисты. Но оказалось, что команда Крылья Советов в состоянии обыгрывать и Динамо, я боюсь, и могут при таком футболе обыграть и тот же Зенит. Ну, если у них совсем никого не раскупят. Конечно. Вам Динамо не понравилось в этом матче? Понравилось. А что, в первом тайме они очень хорошо играли. Да и во втором, когда им надо было забить и сравнять счет, они тоже хорошо сыграли. Но у Динамо хороший состав, Сережа, вы меня извините. У Динамо очень хороший российский состав хороших футболистов. Вот. И я жду от них больших результатов, большей искрометности, скорости, Захаряна жду, когда он заиграет. Понимаете? Как он мог заиграть? Кроме Захаряна еще четыре футболиста, игроков сборной. Понимаешь? Пока у вас разочарование, да? Ну, вы знаете, ну, отбегали нормально, но просто они не сумели выиграть. Это совсем не значит, что они проиграли. Вот будет игра в Москве, посмотрят, как они сыграли, как Крылья сыграли. Просто Крылья хорошо играли. Крылья давно хорошо играют, им просто иногда не везет. Просто откровенно не везет. Они должны выиграть или сыграть хотя бы в ничью, а не проигрывали. Владимир, у вас не возникло ощущение по матчу СК Краснодар, что в первом тайме футболисты Краснодара настолько замерзли иностранцы, что вот они хотели просто, я не знаю, уйти, сбежать с поля. То есть, вот подать сигнал СОС как бы. Было настолько холодно. Сергей, я чувствовал, что они испытывают определенный дискомфорт. Но то, что они хотят поскорее уйти с поля, я этого не заметил. Просто они не привыкли играть в таких дискомфортных условиях. Это бывает такое. Знаете, вот команда, вот знаете, вот вы, наверное, обратили внимание на футболистов бразильских в «Зените». Они очень не любят играть, когда поляна плохая. Им наплевать морозно, не морозно. Они иногда и в мороз у себя в стране играют. У них страна очень длинная. И зимой у них на севере достаточно прохладно, на юге достаточно жарко. И они переезжают в одном городе 35, в другом городе минус 2. Они могут играть, понимаете? Но они хотят, чтобы грунт был хороший. Понимаете? Чтобы трава была короткая, быстрый футбол, чтобы можно было показывать. Чтобы трава хорошо держала бутсы. Они имеют претензию. Иногда они говорят, ну как на этом поле играть? Мы не покажем хорошего футбола. Как бы мы не хотели показать, на этом поле у нас есть, правда, аргументы сказать, но ведь та команда тоже будет на этом поле. Но я не принимаю такие аргументы, понимаете? Потому что если ты с плохой командой играешь, она плохо играла, но она будет еще хуже играть на этом поле. Но дело в том, что команда, которая умеет хорошо играть, не сможет играть хорошо. Вот в чем суть. Когда говорят, обе команды играют на морозе. Обе команды играют. Ну да, ну простите, Краснодар команда, которая тренируется у себя в городе, где всегда практически тепло. Приезжать им и играть там, где совсем зима, и где они давно в такой мороз не находились, понимаете? Им, конечно, дискомфортнее, чем команде ЦСКА. Владимир Викторович, извечный вопрос надо обсудить коротко. Вот опять пошли разговоры о том, какая команда самая популярная и прочее. Сказал Андрей Аршавин, что «Зенит», просто в силу того, что больше подписчиков в соцсетях, тиктоке, ему парировал Руслан Пименов. Он сказал, что по стране он посол, амбассадор Кубка России, там, где он был, там, где ездили. То только в одном городе, это Мурманской области, Мончегорск, там «Зенит» популярнее. Что вы об этом думаете? Дело в том, что давайте честно скажем, Сергей, что болельщиков «Зенита» с каждым годом становится все больше и больше. Хочу я этого и не хочу. Естественным образом все больше и больше. Сейчас, когда «Газпром» меняет свое направление, и «Газ» все больше идет в Индию и в Китай, то я не удивлюсь, что все больше и больше «Зенит» будет прирастать болельщикам из той зоны, из Сибирской и Дальневосточной. Естественно, когда на твоей одежде написано «Газпром» и есть команда, которая с таким знаком играет, ты как-то хочешь, не хочешь, ты ей благодарность, что ли, проникаешься. Поэтому я говорю, что с каждым годом болельщиков «Зенита» все больше и больше. Что касается болельщиков «Спартака», которых было гораздо больше, чем болельщиков «Зенита». Никто поэтому спорить не будет, но болельщиков «Спартака», к сожалению, становится меньше и меньше. Из той огромной массы болельщиков «Спартака» из 10-ти миллионной, Может быть, из 15-ти миллионной массы болельщиков спартаковских. Их очень много в разных городах. Все меньше и меньше. А с чем вы это связываете, Владимир? Ну, я связывал это, во-первых, с руководством Спартака, раз. Во-вторых, очень говорливым руководством московского Спартака. Огромным количеством иностранных тренеров в московском Спартаке. Даже иностранных шутов со стороны тренерского состава Спартака. Огромном количестве иностранных футболистов. И отсутствии золотых медалей, естественно. В общей сложности из этих моментов складывается. Может Спартак вернуть своих болельщиков? Да, может. Чем? Своей игрой. Если в команде Спартак будет выходить огромное количество спартаковских, российских, доморощенных футболистов. А тренер, пусть иностранный тренер, но необыкновенно приятный, сопереживающий со своей командой, россиян. То это будет подкупать болельщиков Спартака. И чем больше будет, и если болельщики Спартака увидят, что команда Спартак в состоянии...